Всем доброго дня! Сегодня мы идем в музей народа в Люблине. Смотрите, какой шикарный вид. Давно не было никаких видео. И сейчас пока не забудут выходить очень редко. Потому что ничего не происходит, ничего интересного не происходит. Выбрали сегодня в музей. Мне кажется, что он сейчас оживет. Такое лицо, посмотрите. Вообще не люблю войсковые фигуры. А там тоже что-то страшное? В смысле трубик? Ну, то такое, косточки, ладно. Ну, череп и косточки, ну. Там есть еще, или пойди туда, посмотри, там есть еще такие. Нет. Все? Нет, ну вот собачка, черепка, косточки, косточки. Что там первобытные люди здесь? Ну, вот, скрат, еще сейчас. 1600, типа, там, а что? Тут можно, наверное, язык выбрать и посмотреть. Да, вот тут вот есть. Ну, что там. А, тут только английский и польский. Опять там женщина, да? Музей какой? Нет, а что это вообще за экспонаты? Как первобытные, как жили, да? Как раньше жили? Ну, это не первобытные. Ну, это не первобытные. Это, ну, это 15 или 14 век, может, а может быть вообще 18. О, тут еще звук есть. Ну, это просто глупые. А, птички типа там нельзя. Эта вот, там, древние, тут разные. А вот же, смотри, или... Кто из там? Я не пойду туда. Встать на твою... А, там рыцарь. А там они типа сна. А, они не спят. Они не спят. В смысле? Я так понял, что это похоронено? В чем? В чем она похоронена? Это типа лапка для сна, наверное. Не, ну, он как спит. А, нет, это гроб с масломежа. Еден с 536 гробов с кладбища. Реконструкция в скале около половины третьего века нашей эры. Он ее похоронил, а сам рядом... В глубокой яме с дарами. А по первым части мещизны. Мужчина, а сначала мужчина помер. Мужчина? То есть это он и она тоже померли, да? Ну, типа да. Захоронение. А это рыцарь стоит сразу же. Я люблю восковые фигуры. Чего же? Ну... А это, получается, это же не живые музыки, да? То есть это не зерая, как бы, скелеты живые? Да, это воск, да. А, нет, скелеты живые. Ну, которые лежат вот там, да. Да, да. А это, конечно, не... Восковые, да. Монеты, смотрите. Чистое серебро? Да. Да. Да, Сильвер. А бусики такие бусики как сейчас носит? Ну, что, не удивились. Да, вот целый, тип, был поселок. Все. Офицер с войсками Польского. Да, наверное, да. Ну, это тоже воины. Да. Офицер с войсками Польского. И сабли. Это вторая мировая. Вот этот написан. Но это манекены. Это не такие страшные. Это видно, что это манекен. Привет, это и Джозефа Аханцутска. Ну, один самый такой. Ну, я такого помню. Хамиле. Револьверы. Саблики, нинжалы. Наверное, тяжеленные. Рушники. Кираса, да, по-моему, так называемая? Кираса, ну, типа, да. А что, сейчас такие же? Сейчас такие же? Да нет, конечно. Думаю, мало ли, может быть. А вот тут вот бронежилетом. Кольчевая. Говорят, они тяжелые, очень. Не знаю, как это, но вообще. Тут все написано. Телефон оставил. Это мебель такая была, но... Ну, это же уже почти... Современная. Ну, какой там, 17-й, может, и 6-й. Вот это, ну, по-моему, салонский. Нет, это еще не современная, я ошиблась. Ну, как красивая кушетка. Да. Да. Ну, я думаю, просто он после реставрации. На него, я думаю, нельзя судиться. Дичь, дичь какая-то. Золото там вышитое. Да? Как будто она в золото. Это рамка вообще такая. Да, я... Ну, вот, смотри. Очень красивые такие рамки. 17-й, 18-й век. Я вот все так настолько сделала, может, четко видно рисунув. О, какие часы. А эти часы даже идут. Тикают. Рамки очень красивые. Смотри, как четко глаза у меня нарисованы. О, какая красивая мебель. Смотри, какой... Не знаю, комод, не комод, шкаф. Как это у нас? Дерево, дерево, вон, вазы, небось, какие-то фарфоровые, там, что-то такое. Мебель от 17-го до 20-го века. Красивее, чем у нас сейчас мебель. Да, если красивее. А это стол такой. Смотри, какой комод, не знаю, шкаф. Ну, нет, три соль, потому что нету стекол. А вот графинчики, для сих портретов, как вы не закончили. То есть пили во все века. Конечно. Это уже почти 20-й век. Еще нет. А от 17-го до 20-го. А вот смотрите на тарелках портрет. Да, от 17-го до 20-го. Справедливый. Казмеш. Казмеш, да. А вот это кто? Это какой-то Батарея. Ну, красивая мебель. Сейчас штрафуют. Золотишко трогаешь? Ну, можно, можно. Для игры лотов или что-то такое. Для игры лотов? Смотри, тут шарики с цифрами. А, вот этот. Я думаю, что это игровой стол. Ну, какие-то цифры. Прочитайте. Какой-то игры в Гаски. Что такое Гаски. Стол, инсталлированный в Гейм оф Гуган. Друзья, вот какой шикарный шкаф. Очень красивая мебель. Вот мерный стаканчик, кстати. Смотрите, 250 мл. Это на три унциях. Где мерный стаканчик? А, вот. Посмотрим. И вон-то внутри, видишь? А, да, вижу. И вот тоже на три унциях. Все было во все века. Даже мерные стаканчики. Но мебель очень красивая была. Еще и натуральное дерево, да. Смотри, какое красивое по цвету. Да. Смотрите, даже вырезали все вручную. Господи, я же испугалась. Почему он кашляет? Сели, извините, какие нуни. А тут другие рамы уже темные. Собака какая-то злая. Посмотри, какие лица. У них, кстати, если обратите внимание, на домах, и там возле фонтана есть гостиница. Там прям так много лиц выреплено. В костер тоже много лиц выреплено. Да? Ну, в костер я не заходила еще ни разу. Мы завтра идем. Завтра я не приеду. И кресло. Смотрите, какие тут морды собак, что ли. Да. Да, собака это? Ну, типа да. А так, кресло, наверное, короля. Король и две барышни по краям. Смотри, какая рамка. Королева Боня. Вот, смотри, какая рамка. А, вот какая рамка. И саду. С драгоценностями. Саду. Саду. Все? Или нет, куда там дойти? Ее у нас трое сюда сможет. А ты сейчас поставь. Он доедал? Нет. Это в Ковлице. А вот там еще продолжение музея. Вот, походу, это саду. Товарищи в Борисове. Ну, кто лучше это будет? Так, может, надо смотреть сначала музей? Нет? Так, сейчас можно вот здесь. С решением. А что, ты билетик показывал? Что? Билетики? Да. Вот это все вручную расписывали. Ничего себе. Они сказали, но нигде нет таблицы, сколько это все расписывалось. Смотрите. Какая красота. Что-то говоришь, я не услышала? А, бизнесов не было. А, бизнесов не было. Расписывали стены. Ну, вообще, это же надо было. Вообще, все-все-все. Он череп какой-то могилку. Ну, так это все распятие. Типа Иисуса Христа, наверное. Нет, а где он? Ну, вон он, там на кресте и рядом те, которые стоят. А, я не увидела. Ну, он просто головы нет. А вот его... Головы нет. Готовились. Вот его туда распалили, и вот его снимают уже мертвым. А это, наверное, типа Сарковкова или что-нибудь? Не написано же ничего. Ну, там вот что-то написано, но очень далеко и не видно. Нет, это скорее всего, там какие-то цифры это не описывает. Типа, куда его ложили, ну, вряд ли, да? А может быть, тут какая-то последовательность истории? Ну, я выхожу с на кладби, потому что это все. Потому что вот там уже... Это типа он родился. Вон дальше, что это Божья Матерь? Да, он приехал, да. Вот это он приехал куда-то, в Иерусалим или куда-то там. Это типа он тут со своими... Апостолами. Уже целая история нарисована. Да. И там заканчивается, да? Да, заканчивается, да. Вот здесь, мне кажется, вот здесь оно закончилось, нет? Ну... Подожди, вот здесь вот... Ну, подожди, он должен, должен еще воскреснуть. А это я не знаю, что. Санта Божья Матерь, вон. Святой, наверное, Николай. Нет? Вот смотри, Троя. А, тут есть, где написано все. Это замоковый костер, святой тридцей. Как нарисовано и все рассказано. Размер книжки. Для великанов размер книжки на ткани, да. А то мы так сами ходим, догадываемся. Сегодня жарко очень. На чем это нарисовано? Да, это как древние иконы. Вот я думала, это как фото, как подсвечивает фотография. Нет. Видишь, они старые очень, да. Вот у меня есть, думаю, икона на куске просто дерева. Дерево? Да. Это очень ценная икона. Да, это бабушкина. Просто кусок древесины нарисовано. А где она подсвечивает? А, вот эти вот лампы сверху. Думаю, ничего не видно. Откуда она подсвечивает? Я снимаю. Потом посмотрите на канале. Нельзя трогать, извините. Нельзя трогать. Я просто не пойму, на чем оно сделано. На полотне? На полотне, да. Нет. Нет, вот эти вот на полотне. Это рамка дерева. Вот там, там на полотне. Может быть. А вот там на полотне уже. Тут такие уже рамки. Очень старинные. Не прочитайте. А тут ничего и не видно. Святая Бонародица? Да. Ой, прошу прощения. А вот тоже, смотрите, какая большая. Жили прям вот рядышком. Мы даже не знали. Даже прям не знали, что такое музей здесь. Вот распятие Иисуса. Такие прям с дерева сделаны. Смотрите. Потому что целый талант надо иметь, чтобы вылепить. Вот не вылепить, а вырезать. Вот тут таблички на польском. Прочитать не могу. Это все фигуры с дерева сделаны. Это девятнадцатый, двадцатый век. А картины тоже девятнадцатый век. Спасибо. Продолжение следует...